Как не стать жертвой мошенников и уберечь от этого своих родных и близких? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Актуальное интервью». У нас в гостях следователь следственного отдела УМВД России ПАНАУ Ольга Анисимова. Ольга Александровна, здравствуйте. Ольга Александровна, печальная у нас статистика. Очень часто жители Ненецкого округа становятся жертвами мошенников. А скажите, пожалуйста, на какие способы мошенничество чаще всего попадается? Ну, способы различные у мошенников, и наши жители практически на все их попадаются. В последнее время участились случаи звонков на стационарный телефон, когда еле слышным голосом, практически плачущим, какой-то человек сообщает о том, что либо мама, либо папа, смотря в зависимости от того, кто берет трубку, я попал в аварию, в беду, совершил какое-то преступление, и необходимо для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, заплатить следователю, как иногда это говорят, либо сотрудникам ГИБДД определенную денежную сумму. После этого трубка передается сотруднику полиции якобы, который сообщает о том, что да, так и так, вот ваш родственник попал в беду, но при этом данные, естественно, не называются, потому что никто не знает, и объясняет ситуацию, что вот сейчас там женщину сбили, она находится в реанимации, необходимо ей на операцию 600 тысяч, 300 тысяч, то есть называют сразу крупную сумму денег. Естественно, люди сразу же пугаются, особенно если это женщины, если пенсионеры. Если действительно есть сын, или дочь. Конечно, ну а практически у всех есть либо сын, либо дочь, поэтому в большинстве случаев они, естественно, отгадывают. Люди сразу пугаются и говорят о том, что да, конечно, мы согласны сделать все, только скажите, куда нужно перевести деньги, сколько денег. Если называют большую сумму, они говорят о том, что такой суммы у нас нет, мы не можем перевести, на что преступники сообщают о том, что хорошо, давайте хотя бы на операцию хотя бы 100 тысяч рублей. Естественно, люди соглашаются, и что очень сильно расстраиваются и бегут спасать своих родственников, начинают переводить эти денежные средства им. Это вот сейчас, в последнее время, участились такие случаи. А так вообще видов мошенничества очень много. И страдают от рук мошенников люди как пенсионного возраста, так и молодые люди. Например, тоже часто случаи, когда на Авито заказывают какой-то товар, находят. Естественно, этот товар, по легенде, находится в другом регионе. То есть необходима предоплата. Тут же преступник сообщает о том, что очень много людей хотят купить те же колеса, допустим, да, вот как либо колеса, либо автомобиль, либо снегоходы в основном предлагают, что в нашем регионе, да, важно это. И говорят о том, что необходимо внести предоплату, и называют там, например, половину стоимости 50%. Люди, естественно, так как хотят купить подешевле товар, они переводят предоплату. Потом начинается у преступника какие-то проблемы возникает, то не может доставить товар, то резко там из родственников кто-то попадает в больницу, нужны деньги на операцию, и таким образом еще определенную сумму денег переводят. И в конечном итоге этот преступник пропадает. Отключаются телефоны, пропадает объявление с авида, и таким образом деньги теряются. А как вот проверить достоверную информацию на сайте? И никак ведь не проверишь, да? Ну, можно посмотреть вообще по пользователю, какое время он там зарегистрирован, посмотреть, возможно, отзывы какие-то есть о нем. Но, скорее всего, вот которые преступники, их никак не проверят, потому что они постоянно меняют и электронную почту, с которой они заходят, и имена, и телефоны постоянно меняют, каждый день, можно так сказать. Вернемся, Ольга Александровна, к телефонному мошенничеству. Чаще всего преступники звонят людям пожилого возраста. Откуда у них эти номера? Или это не так? Нет, это не так. Они звонят, просто выбирают телефон, и последние цифры меняют. То есть на бум, да? Да, на бум просто набирают. Просто в основном пожилые люди дома сидят со стационарными телефонами. Это вот сейчас у молодежи, да, можно сказать, нет стационарных телефонов, потому что все на мобильных телефонах. А стационарные телефоны в основном у пенсионеров, у пожилых, взрослых людей, поэтому они дома всегда находятся. И вот мы смотрели один раз статистику, за один день осуществлялось более 150 звонков на стационарные телефоны. Просто из-за того, что людей нет у дома, из-за этого никто трубку не брал. Но вот столько за целый день звонят. Откуда звонят? Уже известно примерно. Можно установить регион? Откуда звонят? Можно установить регион. И мы эту работу обязательно проводим. Мы устанавливаем, с какого номера звонили, на кого он зарегистрирован, и в каком мобильном телефоне сим-карта была установлена, и где этот мобильный телефон находился. Но, естественно, конкретное месторасположение нам не дадут, а дают только район. Месторасположение. То есть мы знаем. Но это всё, это другие субъекты Российской Федерации. Это и Иркутская область, и Хабаровский край, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский край, Самарская область, Курганская область. Отовсюду. Я знаю, что из мест лишения свободы тоже часто звонят. Раньше. Раньше звонили. Сейчас такого нету, сейчас или практически, или даже, я думаю, во всех тюрьмах заглушки установлены, что невозможно пользоваться телефонами. Да. Нету связи. Ну, раньше было. Раньше было, да. После того, как эти участились моменты, стали устанавливать заглушки, и теперь мобильный телефон, там просто связи у них нету, они не звонят. А почему, как вы думаете, вот люди все равно, вот мы же говорим об этом, информируем, да, и на чужих ошибках учимся, но все как-то не получается, да, вот, и все равно люди верят. Или это такой эффект неожиданности, когда вот, да, звонят и вот говорят, твой сын попал в битву? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, тем более, как мы говорили о пенсионерах, они сразу же все забывают у них, сразу начинает то сердце болеть, в панику они бросаются и все готовы сделать, лишь бы только ребенок не пострадал. И вот сколько мы разговаривали потом с людьми уже после того, как это все произошло, они говорят о том, что да, мы слышали, да, мы знаем, но вот в такой момент просто вот растерялись, испугались, потому что это мой родной человек, и я все хотела сделать, чтобы вот помочь ему. И даже не догадываются перезвонить по телефону, да, все по-другому, да, проверить информацию. Да, есть люди, но это в основном молодые люди, которые вот, на которых попадает такой звонок, они перепроверяют, а пенсионеры так вот они не успевают одуматься, да, и перезвонить. Еще вот по последним случаям хотела с вами, да, поговорить, когда уже не просто люди переводили сами, да, деньги, а когда приходил человек, значит, они действуют сообща, у них же уже здесь есть сообщник, да, чтобы зрителям было понятно, в двух случаях, там, у людей пожилого возраста позвонили, да, и потом в дверь постучали, преступник сказал, что к вам через несколько минут постучится в дверь, вы этому человеку передадите деньги. Кто это, вот, люди удалось установить их личность? Да, эти все люди определенно установлены, они у нас по делу допрошены, и здесь такая ситуация, что они сообщниками этих преступников не являются, они, как обычные пользователи интернета, находят объявление на любом сайте, на том же Авито, допустим, как это часто бывает, о том, что им предлагается работа. Те люди, у которых нету сейчас работы и затруднения, материальные трудности, они перезванивают на этот номер, спрашивают, что нужно делать, им сообщают о том, что делать, впрочем, ничего особо не надо, нужно будет просто подъехать на адрес, на который я назову, вы забираете там конверт, будут деньги просто, и потом я вам скажу, куда их отдать. Вы за это заработаете там тысячу, пять тысяч, то есть определенную сумму называют. Вот, естественно, люди, не понимая о том, что они будут совершать преступление, они едут на адрес на указанный, забирают этот конверт, перезванивают тут же, говорят о том, что все, я конверт взял, что делать, дальше они действуют по указанию преступников, не понимая о том, что они совершают преступление, они едут в банк, переводят денежные средства либо на банковскую карту, либо на счет мобильного телефона, и за это получают из этих же денег себе как доход, процент, да, за работу. Естественно, все эти люди установлены сразу, сразу были эти люди установлены после совершения преступления, поэтому они эти деньги даже не успели потратить, денежные средства были изъяты и возвращены потерпевшим, но, к сожалению, эта сумма, конечно, намного меньше, чем ту, которую, получается, задают. Сколько, два человека или больше? Ну, вот сейчас на данный момент два, но они, это вот единственный момент был, который вот они это совершили. То есть они даже не знали, да? Да. А через них там можно было как-то узнать, да, как-то и дальше вот это вот невозможно, да? Нет, это то же самое, это то же самое, как звонят нашим потерпевшим, то есть мы номер узнаем, но мы номер и так, да, знаем, потому что этот преступник же звонит и потерпевшему, и вот этому, получается, курьеру, будем его так называть, с одного и того же номера, поэтому, что со стороны потерпевших, что с этой стороны мы будем работать, результат будет одинаковый. А номер карточки, да, вы слать чаще всего на номер карточки, можно пробить, да, вот человека, или карточки они тоже на кого-то оформлены, на третье лицо, да? Все так, конечно, и банковская карта, и сим-карта мы можем установить, на кого, в конечном итоге мы, естественно, находим этого человека, на кого это зарегистрированы карты, но он также поясняет, как и этот курьер, то есть он находит объявление и за определенное денежное вознаграждение оформляет на себя, там, банковскую карту, сим-карту, по своему паспорту, и передает это неизвестному лицу. И кроме общих примет этот человек ничего не может назвать, а по общим приметам, естественно, никак нет, среднего возраста, средний рост, темные волосы мужчины, ни разу не видел его. То есть такое преступление очень крайне сложно, да? Очень сложно, вот только из-за этого, потому что преступники тоже не хотят, чтобы их нашли, поэтому они придумывают различные способы. Кроме того, сим-карты и банковские карты, они меняют очень часто. Мы, когда работаем по этому преступлению, мы берем движение денежных средств по банковской карте, ну, банковская карта, ну, месяц это самое большое, сколько она работает. И большой вот поток? Очень, очень большой, и со всей территории России, со всей, с различных регионов, и каждый день, и по разным суммам. Да, конечно, и крайне сложно, да, все-таки раскрыть такое преступление, но были ли случаи, когда удалось поймать преступника? Ну, такого, чтобы это был другой субъект Российской Федерации, еще такого не было. А по нашей территории такое было, но это не совсем такой же способ, да, мошенничество. Это вот банальная кража, украли банковскую карту, сняли денег. Такое, конечно, все раскрывается. Все, даже если неустановленное лицо изначально идет, все равно находят, раскрывают. И видео по банкомату у нас имеется, когда мы знаем, где денежные средства сняли, и это раскрывается, конечно, легче, чем когда на территории других субъектов, потому что пока мы запрашиваем определенную информацию, чтобы установить, и даже если мы видим по движению денежных средств, что были сниты деньги, например, в Ярославле, пока у нас запрос доходит, пока нам ответ приходит, соответственно, даже видеозапись банкомата снять невозможно, потому что она хранится, ну, месяц примерно. То есть, получается, и здесь тоже мы не успеваем из-за того, что сложности вот по запросам. Вот сумма есть у меня 5 миллионов, да, практически 5 миллионов было переведено нашими гражданами денежных средств. Это за какой период? За этот год. Это за этот год? Угу. Конечно, колоссальный. Очень много, очень много, потому что есть люди, которые сразу большую сумму переводят, то есть начинается с того, что вот, допустим, как еще, да, один вид в мошенничество, пострадали, вот звонят нам, говорят, вы пострадали от действий экстрасенсов, допустим, да, либо там вы ранее приобретали БАДы, вот, и вам полагается за это компенсация какая-то, вот, то есть либо БАДы, либо экстрасенсы, ситуация одинаковая. Они говорят, что вот вам компенсация полагается 570 тысяч, естественно, люди радуются, это опять же престарелые, да, пожилые люди, которые рады, что сейчас они, им вернут деньги какие-то, тем более такую сумму, и им начинают преступники рассказывать, причем звонят с разных телефонов, разные голоса, и женские, и мужские, и очень грамотно у них речь поставлена, уверенным голосом они говорят, то есть у людей даже не возникает мысли о том, что их хотят обмануть, то есть настолько они в доверие им втираются, и они по целому дню, два дня могут с ними разговаривать, и они все рассказывают истории о том, что вот сейчас здесь большая очередь на эту компенсацию, но вы как пенсионер, вы можете быть первоочередными, но для этого там тысяч 10-15 нужно перевести, естественно, все хотят быть первыми, все идут, 10-15 тысяч переводят там, либо, ну, на счет, который указывает преступник. Потом им опять перезванивают, говорят о том, что все, вы первая в очереди, сейчас вам деньги уже будут отправлять, но нужно будет за хранение, за ячейку, в которой деньги будут храниться, еще 20 тысяч перевести. Ну что, уже вроде как я первая, да, и бабушка бежит, еще денег, получается, отправляет, чтобы еще эти деньги сохранить. Потом за перевозку эти денег, чтобы им в машине инкассаторы перевезли деньги, еще нужно тысяч 20. Они уже думают, ну, все, осталось только перевести денег, осталось совсем немножко, последняя сумма еще приходит. И, ну, в конечном итоге, естественно, пропадают преступники, и деньги пропадают, уходят. Ну, это небольшие суммы. А есть люди вот за ту же аварию, да, когда попадает человек, например, ну, как будто бы родственник попадает в аварию, нужно перевести большую сумму денег. Люди и по 100 тысяч переводят, и по 500 тысяч переводят. Да, и еще забыла рассказать про еще один вид мошенничества, который, кстати, тоже очень часто нужно обращать на это внимание обязательно, когда приходит смс с незнакомого номера о том, что ваш счет аннулирован, подробности по телефону и номер телефона указан. Ваша банковская карта заблокирована, подробности по телефону, опять номер указан. Либо совершен денежный перевод там на сумму, ну, допустим, 10 тысяч рублей подробности по телефону, либо наоборот, не удалось перевести. Естественно, люди обращают на это внимание и думают, какой перевод, как моя карта заблокирована, начинают переживать, паниковать и звонят по этому номеру. И потом также по указанию преступника начинают совершать операции по своей карте и в конечном итоге переводят все денежные средства насчет злоумышленника. Сами же причем. Потому что верят на том проводе, на том конце провода преступник сообщает о том, что он сотрудник Сбербанка, там, ну, или банка другого какого-то. И они верят ему, что, да, действительно нужно разблокировать карту, либо что преступники хотели снять денег, нужно ее наоборот заблокировать сначала, а потом эти деньги вернуть. Ну, различные истории мошенники придумывают. Человек, естественно, переживает за свои деньги и делает все, лишь бы только их сохранить. А наоборот их теряет. Поэтому здесь, в данном случае, когда такие смс приходят, нужно не звонить не по тому номеру, который указан в смс-сообщении, а на горячую линию банка, который выпускает вашу карту. Она указана всегда на вашей карте на оборотной стороне. Туда просто нужно сразу же позвонить и спросить, а не на тот номер, который указан в сообщении. Ну, я заметила, что преступники у нас такие, они хорошие ораторы, так скажем, да, психологи, наверное, даже, да, там ведь люди тоже, наверное, со стороны, там, и с высшим образованием, и со всеми. Ну, говорить грамотно они умеют, да, наверное, поэтому еще доверяют жители, да, региона. Ну, конечно, конечно, они же, говорю, и убедительным голосом сообщают, и там какие-то обороты, да, речевые они используют такие грамотные. И, ну, не знаю уж, как они там учатся этому, конечно, но они на этом, к сожалению, зарабатывают себе деньги, поэтому стараются. Да. А что грозит им, преступникам, если их поймают? Какой срок? Ну, здесь зависит от того, какой ущерб будет причинен потерпевшему. Либо это будет вторая часть 159-й статьи, это до пяти лет лишения свободы, либо третья часть, если в крупном размере будет причинен ущерб, а крупный размер у нас более 250 тысяч рублей, тогда будет срок наказания, соответственно, больше, до 10. Угу. Ну, у вас, наверное, тесно взаимодействуетесь с другими, да, делами ОМВД, да, с регионами? Конечно, конечно, обязательно. Когда устанавливаем, с какого региона либо звонили, либо человек проживает на территории определенного субъекта, на которого зарегистрирована либо банковская карта, либо сим-карта, мы обязательно направляем поручения туда с указанием точных вопросов, с указанием того, что необходимо сделать, какие конкретные нужны действия, и потом, впоследствии, когда поручения доходят, там другие сотрудники начинают работать, мы созваниваемся и сообщаем, этот вопрос решаем, конечно, чтобы как можно больше информации получить оттуда. Чтобы таких случаев происходило как можно меньше, да, как информировать граждан будете, или какую-то работу будет проводиться? Ну, обязательно. Работа всегда проводится, и с вашей помощью тоже, и размещаем объявления везде, где только возможно. Когда к нам люди приходят, естественно, мы проводим и беседы с ними, и говорим им о том, чтобы они информировали, тоже помогали и родственников своих, и на работе рассказывали. Я думаю, что уже все равно есть положительный эффект после того, как вот основная же масса с прошлого года пошла этих мошенничеств, я думаю, есть уже хороший эффект, потому что в последнее время у нас мошенничество происходит, что вот звонят на стационарный телефон, что кто-то там из родственников попал в беду, но люди не переводят денежные средства. Потому что бдительность запрямляют. Да, то есть они уже, видимо, наслушались, что такое возможно, и что это часто, и либо перепроверяют, либо сразу кладут трубку и сразу же звонят тому родственнику, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. И таких случаев сейчас стало, к счастью, больше. Это радует. Это радует. Да, еще один случай мошенничества произошел недавно совсем, летом 15 декабря, когда поймали преступника, но он уже не звонил по телефону, а он предлагал, и причем предлагал в центре города, выдавая их за хорошие телефоны, за оригиналы. А вот его поймали, а какой ему срок грозит? Что с этим человеком сейчас? Ну, там еще ведется разбирательство по этому поводу. Чем это закончится? Будем надеяться, что наказанием его, чтобы все преступники были наказаны. Еще пока рано об этом говорить. А можете поподробнее про этот случай рассказать? Что произошло? Кто стал жертвами? Подробно я не могу рассказать, потому что там занимается отдел дознания, тоже нашего управления. Поэтому конкретной информации не могу сказать, потому что мы по линии следствия работаем, а не по своей линии. Он житель Улан-Удэ, приехал, видимо, сюда им такое коммерческое... Подзаработать. Подзаработать, да. И в центре города, чтобы нашим зрителям было понятно, продавал айфоны. Да, да, я слышала такую ситуацию просто, что подробностей я не расскажу вам. Скажите, пожалуйста, вот как поступать в случаях, если позвонили, например, преступники на телефон, куда нужно обращаться? Ну, в первую очередь нужно, опять же, оставаться бдительными и смотря, с какой информацией они звонят. Если про того же родственника, который попал в беду, нужно сразу же перепроверить эту информацию и не поддаваться панике, а спокойно. Потому что вот если вдруг человек попадает в аварию, либо задержан за какое-то преступление, всегда позвонит сотрудник полиции и просто сообщит об этом как факт, что вот такое случилось. Деньги требовать, естественно, никто не будет. И, кстати, к этому же разговору хочется добавить, что когда сотрудник полиции якобы звонит и вымогает взятку, и люди хотят тоже дать взятку, это тоже уголовное наказание из-за дачи взятки. У нас таких случаев никогда не бывает, чтобы сотрудник полиции позвонил и начал требовать взятку. Поэтому просто хотя бы из этих соображений нужно мыслить и уже заподозрить, что здесь что-то неладное. По любой другой информации, которая поступает, либо стали жертвами, просто нужно понимать о том, что такого не бывает, что просто так тебе кто-то дал денег, тем более такие крупные суммы денег, либо выигрыш какой-то, либо еще что-то. Если выиграл человек, то пойди и получи. Платить за выигрыш за свой точно не надо нигде. А если уже стал жертвой мошенников, куда обращаться? Ну, конечно же, в полицию нужно обращаться. Если жертвой мошенников стал, приходит писать заявление, также будем разбираться, стараться устанавливать людей, которые это совершили. Еще вот случай хочется затронуться, когда, может быть, даже если мошенников и найти, то очень сложно их наказать. Вот женщина хотела перейти чуть ли не миллион, я не помню, к сожалению, сколько она перевела, за песнопение в ее честь. Вот якобы будут петь, и там у вас здоровье поправится, все хорошо наладится. Ну, там еще сын, в общем, так скажем, был алкогольно-зависимый. И вот бабушка хотела. И даже вот ваш сотрудник уже, говорит, я уже держала ее за руку, чтобы вот она только бы не перевела. Но она все равно рвалась, и очень трудно переубедить такого человека, да, вот, что на самом-то деле это вот мошенничество. И как с такими? Тоже проводится работа, или, может, психологов подключается? Потому что она пыталась несколько раз перевести, вот, насколько мне было известно, мы разговаривали, да, и неоднократно. Ну, сколько-то уже перевела, а потом вот все-таки ее остановили. Может, уже психологов надо подключать такие люди. Ну, к психологам тоже, это если только индивидуально обращаться так же, и не будут они по квартирам, да, допустим, ходить со всеми разговаривать. И индивидуально только можно обращаться, а так проводить только беседы, что не нужно так делать, нужно тоже как-то думать и свои деньги не разбрасывать, как говорится, налево-направо. Люди, получается, они просто очень доверчивые, особенно когда, если происходит какая-то беда, либо горе в семье, вот люди, да, допустим, та же алкогольная зависимость у сына, допустим, да, естественно, женщина будет переживать, и она на все будет готова, лишь бы только вот у него эта зависимость прошла, вылечить его. Поэтому верят и в экстрасенсов. Вот почему тоже такие случаи были, когда... Экстрасенс, да? Да, когда звонят экстрасенсам, просят помощи, и экстрасенс сам не разговаривает, а как будто бы через секретаря ведется разговор, что да, все, работа ведется, только отправьте денег. Денег отправляют, потом тот же секретарь сообщает о том, что да, да, работа ведется, все делается скоро, вы все вылечитесь, и все будет хорошо у вас. Ну, естественно, это не приводит ни к какому результату, но люди в это верят, тем более передачи, да, разные есть по телевизору, где действительно показывают работу экстрасенсов, и люди верят, что да, они обращаются, им помогут, поэтому... Ольга Александровна, давайте еще для наших жителей еще раз, да, произнесем правила, да, как себя оградить от мошенников. Вот несколько советов, да, Иси? Ну, в первую очередь нужно быть бдительным, не поддаваться паники, когда приходит какое-то либо СМС-сообщение, либо поступает звонок с какой-то информацией. В первую очередь нужно просто спокойно обдумать ее и взвесить все за и против, подумать о том, что правильные ли будут мои действия по поводу перевода своих денежных средств куда-то на непонятный счет. но лучше все-таки, да, быть бдительными. Тут как бы больше другого совета не дашь, потому что всегда человек должен понимать о том, что свои денежные средства он переводит по своей воле куда-то. И если вы не знаете человека, кому вы переводите, тут уже стоит задуматься об этом. И либо обращаться в полицию, либо позвонить какому-то родственнику, например, если взрослый человек пенсионного возраста, пускай позвонят ребенку своему, взрослому которому уже, что посовещаться, поговорить на эту тему, подумать вместе. Все равно это уже пройдет и время, и человек успокоится немножко, и уже как-то более трезвым умом подойдет к этому вопросу. И вот как вести себя, если предлагают вам чудодейственные какие-то товары, да, или товары по вот сниженной цене? Ну, во-первых, вот чудодейственные товары, это БАДы, да, допустим, какие-то аппараты, это должно исходить от лечащего врача, во-первых. То есть все, которые лекарству необходимы, это все должен назначать врач. А по поводу БАДов, которые продают у нас и предлагают, естественно, человек может их купить, потратив опять же свои деньги, но не факт, что поможет это ему. Поэтому тут только своя вина будет. Тут уже и можно сказать, что и мошенничества не будет, потому что аппарат рабочий, аппарат продали, вы его купили. Получается, никто никого не обмануло. То, что он не помог, это не врачи, это не аптека. Все аппараты, все лекарства должны быть либо по назначению врача, либо приобретаться в аптеке, в специализированных магазинах. С рук, конечно. Просто нужно понимать о том, что они пользы никакой не принесут, просто вы потратите свои деньги. И наказание за это тоже, я считаю, что тут никакого не будет. Кольеса, спасибо большое за такую беседу. Надеюсь, наши зрители сейчас посмотрят и сделают выводы, прислушаются к вашим советам. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили, как не стать жертвой мошенников и уберечь от этого своих родных и близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова